Новые учебные мастерские для особенных детей. В 9-й Ярославской школе-интернате стартовал капитальный ремонт. Здание учебного заведения с богатой историей. В годы войны оно принимало детей из блокадного Ленинграда. Прошлый комприбонд этот дом видел в 1994 году. Пока дети на каникулах, началась долгожданная модернизация. Обновят кровлю, коридоры, учебные классы, поставят интерактивные доски, новые столы и стулья для воспитанников и педагогов. И главное, отремонтируют и обустроят мастерские. Изменения коснутся кабинетов многопрофильного рабочего, швейного и поварского дела. Появится и новое направление – растениеводство. Отучившись здесь, получив достаточное образование в колледже, ребята смогут попробовать себя в качестве озеленителей здесь, уже в родном городе. Мы видим, насколько интересно ребятам заниматься. Это мы видим по опыту уже прошлого года. И, наверное, еще стоит отметить, что помимо оборудования для ребят, для мастерских, еще и закупается серьезное оборудование для специалистов. Имея современное учебное пособие, конечно же, интереснее можно построить урок. Этот интернат не единственный, который преобразят в этом году в Ярославском регионе. В работе и аналогичные учреждения Первомайского района. Модернизация второй год ведется в рамках нацпроекта образования. На обновление Ярославской школы-интерната потратят около 12 миллионов рублей. В школе обучается более 100 детей. Ремонт завершится до конца летних каникул. Видим, что работа движется в те сроки, которые оговорены контрактом. Мы точно успеем ремонт. Видим, что он идет качественно, с использованием современных материалов. Ремонт завершится до конца летних каникул.